И заключительные доклады. Хотелось бы остановиться на перспективах иммунотерапии злокачественных опухолей. Предыдущие лекторы прекрасно останавливались конкретно на каждой локализации, поэтому я не буду останавливаться на каждой локализации и освещу основные направления. Основные типы иммунотерапии в настоящее время из перспективных направлений это клеточная иммунотерапия, это способы создания из собственных иммунных клеток такой армии, обученной армии клеток, действующих против рака. Ингибиторы контрольных точек, создание новых препаратов, комбинации вместе с иммунотерапией и иммуноусилители, препараты, которые способствуют более сильному иммунному воздействию на опухоль. На самом деле все эти клеточные технологии, эти виды иммунотерапии уже начали разрабатываться в 80-х годах прошлого столетия, однако это очень трудоемкий процесс, очень затратный процесс и развитие этих направлений было очень медленным. В последнее время мы видим достаточно большой прогресс. Что относится к клеточным технологиям? Это перспективное направление, связанное с геноинженерией. В настоящее время очень развивается картерапия, ТЦР-терапия. Это использование специальных рецепторов, которые находятся на Т-лимфоцитах, обучение, модифицирование этих лимфоцитов и возвращение этих лимфоцитов пациенту в качестве уже как препарата, лекарственного препарата. Существует ТЦР-терапия, это собственные рецепторы на Т-лимфоцитах, которые распознают антигены на комплексе гистосовместимости. Но это и есть их недостаток, учитывая, что они видят только этот комплекс. Поэтому разработано новое направление, это картерапия, это химерные антигенные рецепторы, которые создаются из нескольких модулей, поэтому они называются химерные. Далее эти рецепторы нагружаются на клетки и вводится препарат в пациенту. Также направление терапии инфильтрирующими клетками в настоящее время находит большое развитие. Что касается картерапии, в настоящее время существует уже 4 генерации антигенного рецептора. Каждая генерация характеризуется увеличением сигнальных доменов, и каждая генерация является более устойчива к воздействию, способна пролиферировать и вырабатывать цитокины. К развитию картерапии, конечно, открытие редактирования генов, это КРИСП направление, это новейшее направление геноинженерии, когда обучение клетки или создание новой ДНК. То есть создаются обученные РНК, которые расшифровывают двойную цепь ДНК, могут вырезать оттуда ненужные элементы или вставлять нужные элементы. И получается новая ДНК. Таким образом, возможно воздействовать непосредственно на сами клетки опухолевые путем вырезания из их ДНК антигена уклонения от иммунной системы или вырезания гена, отвечающего за деление клетки. В настоящее время картерапия нашла очень большое развитие именно при терапии гемобластозов, лимфом. Мы видим, какой большой эффект и частота полных регрессов, это 85%, 83%. Время до возникновения ответа и до полного регресса составляет 1 месяц. И в настоящее время медиана общей выживаемости не достигнута в этих исследованиях. Однако проводятся исследования также параллельно и при изучении картерапии солидных опухолей, например, при раке предстательной железы. Мы видим, что это натуральный Т-лимфоцит с рецептором фактора роста человека, который соединяется непосредственно с антигенами опухолевыми. Здесь превращенный Т-лимфоцит в кар-лимфоцит, который уже не соединяется с антигенами и предотвращает тем самым связывание и блокирование передачи сигналов. Следующее направление, которое было доложено и на последних заседания АСКО, это клеточные препараты зоотологичных криоконсервированных лимфоцитов, инфертрирующих опухоль. Это тилс препараты, а именно лифилюцел. Это препараты представляют собой НК, то есть Т-киллеры и сами лимфоциты. Что касается забора, это очень трудоемкий процесс, составляет 22 дня. Для того, чтобы собрать эти тилсы, тумороинфильтрирующие лимфоциты, необходима резекция опухоли. Опухоль должна быть не менее 15 мм, и из этой опухоли путем расщепления на части выделяются эти инфильтрирующие лимфоциты, которые далее замораживаются. В это время пациенту проводится немилоаблативная лимфодеплеция химиопрепаратами и вводятся тумороинфильтрирующие лимфоциты в большом количестве, далее поддерживающие введение интерлекинов, чтобы эти тумороинфильтрирующие лимфоциты циркулировали в крови достаточно долго. И вот это исследование, изучение лимфоцитета при меланоме, включало в себя достаточно большое количество пациентов, которые уже получали иммунотерапию, уже предлеченные. И назначение данной вакцины привело к тому, что эффективность оказалась достаточно высокой, и этот эффект медиана ответа до сих пор не достигнута. Общее количество пациентов было 66, общий ответ объективный составлял 36%, и контроль над заболеванием равнялся 80%. В итоге исследователи сделали вывод, что использование лимфоцитета значимо увеличивает продолжительность ответа на тилстерапию у пациентов, которые плохо ответили на иммунотерапию с короткой продолжительностью самой иммунотерапии 50-1 ингибиторами. Также проводится исследование тилстерапии и при других нозологиях, например, при немалкоклеточном раке. Мы видим, также имеются объективные ответы. И следующим направлением является комбинация иммунотерапии с новыми препаратами, с коньюгатами. Таким примером могут быть, например, триплеты, изучаемые при раке почки. Это исследование Космик, где исследуется комбинированная иммунотерапия уже с ВГФ-терапией, с кабазотенибом. Также исследование иммунотерапии, таргетной терапии. Это препарат, направленный на терапию у пациентов с синдромом болезни Гиперлиндау, ВЧЛ. И препаратом Киванилумаб – это новый препарат СТЛ-4. Далее идет развитие и изучение коньюгатов. Это инфарктумаб, витадин, всем известный, используемый при раке мочевого пузыря, с ацетузумаб, гавитекан – это коньюгаты препаратов, которые ускоренно одобрены в связи с своей эффективностью. И вот проводится исследование, изучение этих препаратов, но с иммунотерапией, в частности, с пембролизумабом. Было выявлено, что данная комбинация значимо влияет на эффективность лечения. Мы видим, как каскад уменьшения размеров опухоли. 93% пациентов имели уменьшение размеров опухоли. И подтвержденный объективный ответ встречался у 73 пациентов с возможностью достижения полного регресса у 15% пациентов. И в настоящее время медиана общей выживаемости данной комбинации еще не достигнута. Следующий новый препарат – это невмаликин. Этот препарат разработан для активации CD8 и НК клеток. Проводится исследование артистрия, в котором изучалась доза, и в второй и третьей части комбинация с пембролизумабом. И мы видим, что при использовании с пембролизумабом 16 пациентов из 100 имели частичный регресс, и 5 пациентов из 13 с опухолиичника также имели частичный регресс. Осложнения были нежелательные явления третьей степени в 60% случаев, которые проявлялись в основном перексией, зудом, тошнотой, стандартными иммунологическими осложнениями. Следующее направление – это активаторы усилителя иммунного ответа. Это новые препараты, например, коньюгат бендрофуз-альфа, который представляет собой белок бифункциональный, состоящий из леганда запрограммированной смерти, это PD-L1, и активного домена рецептора трансформирующего фактора роста человека, который является ловушкой для трех его изофорумов. В настоящее время проводят исследования этого препарата при раке шейки матки, и мы видим, что данный препарат также проявил свою эффективность с достижением частичного регресса в 23%, и длительность ответа составила 32 месяца. Конечно, это требует дальнейшего изучения и ожидания дальнейших результатов. Еще одна комбинация усиливающая иммунный ответ – это толподобный рецептор. Эти рецепторы находятся на всех иммунных клетках, антигенпрезентирующих макрофагах, лимфоцитах. Эти толрецепторы помогают определять и выискивать редкие антигены, которые могут быть в чужеродных клетках. Исследование введения этого препарата вместе с внутриопухолевым введением, параллельное введение пемброзумаба привело к значимому ответу у этих пациентов. И пациентов с полным ответом мы видим увеличение в опухоли CD8 клеток и увеличение экспрессии PD-L1. И еще одно новое направление, новое старое, но в настоящее время онколитические вирусы, все разновидности вирусов также находят широкое применение. Здесь представлено на АСКО исследование действия онколитических вирусов у пациентов с глиобластомой. Представлены два исследования. Это исследование среди взрослых. Противопухолевый механизм представляет собой репликацию инфекции с прямой токсичностью, тем самым активируются иммунные клетки. И исследование введения этого вируса проводится в настоящее время непосредственно в саму опухоль глиобластома, которая была подтверждена гистологически. Проводится введение вируса под радиологическим контролем. И получены данные, это представленные данные фото пациентов с выраженным, частичным, даже полным регрессом онколитического опухолевого заболевания глиобластома. Не было выявлено доза лимитирующей токсичностью с медианой общей выживаемости в течение года. Мы знаем, что глиобластома достаточно злокачественное и агрессивное заболевание. И хотелось бы просто отметить, что в адъювантной терапии мы говорили много. И здесь представила исследование адъювантной терапии от азолизумаба-муроталиального рака и влияние циркулирующей ДНК. И было выявлено в этом исследовании, что да, циркулирующая ДНК значимо влияет на эффективность лечения. То есть в дальнейшем надо обратить внимание на этот фактор, и в настоящее время он и развивается. И последний пункт. Хотела просто добавить, что мы знаем, что комбинация лучевой терапии и иммунотерапии в настоящее время доказана. И использование дурволюмаба уже включено в рекомендации. В настоящее время идет изучение иммунотерапии и лучевой терапии одновременного назначения. Дурволюмаб был как поддержки после лучевой терапии. А сейчас изучается одновременное назначение иммунотерапии и лучевой терапии. И последний слайд. Хотела бы отметить эволюцию современной онкоиммунологии. Это иммунотерапия, монорежим, комбинированная, таргетная терапия, нанотехнологии. Что дальше? Нам придется, скорее всего, научиться лечить словом или воздействовать психологически на пациента. Скорее всего, это и есть современное будущее нашей онкологии. Спасибо большое за внимание.